Здравствуйте, меня зовут Руслан, я сам из города Брянска, я являюсь военнослужащим, также мобилизованный. Призвали меня 3 октября 22 года по повестке, пошел добровольно. А чем раньше занимались? Я раньше работал в газораспределении города Брянск, подразделение ВДГО, проверял счетчики, ходил по домам. И вот началось СВУ, ваша жизнь круто поменялась, можно сказать. Да, на самом деле это большой скачок в жизни был у меня, поскольку это предоставило мне большую возможность. Когда пришла повестка, я не стал отказываться, скажу честно, поскольку у каждого мужчины это долг был пойти служить в армию. С детства мечтал как бы стать военнослужащим. И тут пришла повестка, я решил пойти. Не пожалели? Куда вообще распределили первое направление? Первое направление у нас было Сватовское направление. Населенные пункты я не буду говорить, где мы дислассировались. Но хочу сказать так, что у нас командиры попались адекватные. Нас послали в точку, где было безопасно. Сами номер расчета, мы заряжаем машины. Машина у нас град, то есть БМ-21. В артиллерию сразу попали или имели право выбрать направление войска? Нет, я когда попал на распределительный пункт в Нижнем Новгороде, нас распределили сразу в артиллерию. Нам сказали сразу, что мы будем служить в реактивном дивизионе. Естественно, я обрадовался. Позвонил родителям. Родители все сказали, что большой молодец. Подразделение на самом деле хорошее. Я действительно горжусь, то, что служил в 9-м АТС стрелковом полку в реактивном дивизионе. А вот как ваша семья отнеслась, ваши друзья к вашей службе? Поддержали, может быть, боялись за вас? Друзья, на самом деле, говорили все, ну, типа, знаете, вау, типа, то, что РУС, круто то, что ты попал сюда, как бы. Все друзья боялись, то, что, ну, я вот знаю то, что многие хотели пойти по контракту сюда, на СОО, но они побоялись, потому что многие люди рассказывают недостоверную информацию, вот. Когда я сам сюда попал и поехал в первый отпуск, я стал рассказывать, ну, правду на самом деле, то, что вот у нас на Сватовском направлении ни одного погибшего не было. Командиры все адекватные, и, ну, все есть, на самом деле, все выдают. Вода, сок, питание у нас вообще тут отличное, как бы. Одежда выдают. Как вы хотите как-то военную карьеру делать? Карьера? Да, какие планы вообще вот дальше? Ну, на самом деле, я хотел бы вернуться дальше, в газораспределение работать, но я подумал, как бы, о контракте, потому что, ну, если мобилизованных раньше времени отпустят домой, то, как бы, хотелось бы такую же зарплату сохранить. Поэтому, думаю, может и придется даже контракт подписать. Кто ждет дома, кому передадим привет? Родители. У меня мама. Мама у меня второй группы инвалид, по слуху. Мама ждет дома меня. Бабушка в Брянской области, в поселке Локоть у меня. Валентина Ивановна, скажу так, очень добрая. Постоянно готовила вкусно. Вот, в отпуск, как только приезжай, сразу к ней стараюсь. Привет, родные. Да, привет, привет всем. Спасибо большое.